Здравствуйте, Зарема! Совсем скоро вы отправитесь в Москву для участия в международной выставке-форуме «Россия», где представлен павильон Карачаева Черкесской Республики. Вот хотелось бы узнать, какую коллекцию вы туда повезете и чем будете удивлять, собственно, гостей данной выставки. Здравствуйте! Вы знаете, для меня очень большая честь попасть на эту выставку. Если честно, мне очень хотелось вот это все увидеть, поехать, выставиться, показать, показать именно культуру нашего карачаево-балкарского ландского народа. И, вы знаете, я хочу туда повезти, если получится, если успею, что-то из новой коллекции, и это у меня еще будет что-то из старой, то, что я вот раньше делала. Но я думаю, что у меня получится, что я успею сделать что-нибудь новое. Вот эти платья, которые сейчас у нас тут находятся, это уже идет как бы не как бы, а вообще из новой коллекции. Если говорить о новой коллекции, что отличает ее от ваших предыдущих работ? Вот старая коллекция, которая у меня была раньше, это я делала как бы с сегодняшним днем, исходя из того, что хочет наша молодежь сегодня, вот как бы одеть и выйти замуж, со шлейфами, с новыми рисунками, все, что можно было сегодня придумать, и сделать как бы национальный костюм, но не в этно-стиле, а в современном стиле. А вот сейчас я хочу уже это сделать, как бы коллекцию предоставить такую, что она была именно конкретно в этно-стиле, без наших современностей. Как вы считаете, насколько действительно реально познакомиться поближе с культурой народа через знакомство с национальным костюмом? Насколько важную роль он играет вообще в истории, традициях и обычаях любого народа? Мы сегодня все одеваемся в разные фирмы, ходим в разных одеждах, и разный стиль у каждого народа, свой определенный стиль, своя культура. Но у нас тоже вот именно культура карачао-балкарского, оландского народа, она очень велика и интересна. И я бы хотела даже вот эту одежду, то, что носили раньше наши женщины, наши мужчины, дети, можно было сегодня потихоньку внедрить и одевать сегодняшним днем. Но при этом можно и усовершенствовать чуть-чуть, но можно и оставить так, как было это еще и раньше. И там вот эти вышивки, раньше они все вышивали именно золотой нитью, серебром, наши предки. Моя мать, например, для себя раньше, она вышила платок вручную с красивыми кистями, и как бы вам сказать, плюс она вышила для себя платье с орнаментом, с растительным орнаментом. Но это все вышивалось вручную. А сейчас у нас, благодаря современным технологиям, мы это все можем делать уже не ручная вышивка, а машинная вышивка. И предоставить вот эти все раньше изготавливаемые орнаменты вручную, сделать машинкой. Но при этом, чтобы осталась суть и старина вот этого, как вам сказать, древнего гардероба именно карача балкарского ландского народа. И оно будет очень красиво сочетаться в нашей современной жизни. Каковы ваши ожидания от предстоящей выставки? Как вы думаете, будут реагировать гости форума на ваши работы? Ну, я думаю, что, если честно, что моя коллекция понравится практически, можно сказать, всем. Она не может не понравиться кому-то, если честно. Расскажите, пожалуйста, где вы берете вдохновение для создания таких красивых национальных костюмов? Прежде чем начинать работать, я должна это все увидеть, вообразить в мыслях. И если я это не увижу, я не могу это делать. И у меня, как вы говорите, вдохновение появляется тогда, когда уже начинаешь потихоньку делать эскизы, работать, думать. И нет-нет-то уходишь куда-то в старину, в глубину, но и думаешь, исходя из того, как раньше делали вот эти модели, как раньше делали именно вот эту вышивку, то, что вот раньше наши предки, это тесьма, которую они сами плели из золота, из золотых нитей и из серебряных нитей. Раньше они практически все делали, как я раньше сказала, из золота и серебра. Вот когда уже углубляешься в это все, у тебя в воображении что-то появляется, и ты начинаешь вдохновляться и работать. Как вы считаете, насколько полезна организация вот таких крупных масштабных мероприятий, которые позволяют знакомиться с культурой и обычаями народов всей нашей большой страны? Интересно увидеть плюс не только свою культуру, а культуру всего народа. У нас Россия очень большая страна, где очень много национальностей. И, вы знаете, каждая национальная тематика и каждый, вернее, костюм каждого народа, он имеет свою изюминку, свою красоту. И мне нравится, когда вот люди одевают именно... Видимо, это как-то передается и зависит от профессии, но, тем не менее, мне нравится, когда вот эти старинные костюмы возобновляются, и люди ходят в них, показывают, делают дефиле и выставки. Продолжение следует...